В субботу 22 июня на выставке «Моторы войны» состоялся динамический показ, приуроченный ко Дню памяти и скорби. В рамках мероприятий посетители выставки в режиме лекции смогли поближе познакомиться с танками Т-26 и БТ-7, самыми массовыми танками Красной Армии на начало Великой Отечественной войны. Зрелищным этапом для гостей выставки стал динамический показ БА-10М, самой массовой бронемашины Красной Армии на начало войны. Представленный экземпляр из коллекции военно-исторического клуба «Капонир» относится к модернизированным БА-10. В ходе эксплуатации эти броневики получали топливные баки, вынесенные наружу, в специальные бронированные короба. В межвоенный период развития советских бронемашин шло по необычному пути. Так сложилось, что первым отечественным шасси, которое подходило для постройки броневика, оказался грузовик АМОФ-15. Поэтому первым советским серийным бронеавтомобилем стал пушечный БА-27, относившийся к среднему классу. После появления легковых автомобилей Форд Тей, которые стали выпускать на заводе в Нижнем Новгороде позже город Горький под обозначением ГАСа, появилось шасси для броневиков поменьше и полегче. Логичным решением выглядело массовое производство легких броневиков-разведчиков, отчасти так оно и случилось. С 1934 года начался массовый выпуск легких бронемашин ФАИ, которые в середине 30-х годов стали самыми массовыми советскими броневиками. Но статус самых массовых броневиков Красной Армии оставался за машинами легкого класса недолго. Параллельно с разработкой легких броневиков-разведчиков шли работы над средними пушечными бронемашинами. Разрабатывали их на Ижорском заводе в Колпино. Сначала использовались зарубежные шасси Форт Тимкан, а далее в работу пошел ГАСа, первый горьковский автомобиль повышенной проходимости. За счет двух задних ведущих осей груза подъемность ГАСа выросла до двух тонн, его использовали для различных спецшасси. В том числе и для бронеавтомобилей. Первым массовым броневиком на новом шасси стал БА-6, а далее появился БА-10. К началу Великой Отечественной войны Красная Армия располагала не только самым большим количеством танков, но и самым большим парком бронеавтомобилей. Самым массовым среди них оказался БА-10, который отчасти можно было называть колесным танком. По боевым возможностям машина была похожа на танк сопровождения Т-26. Броневики данного типа использовались для разведки, но могли постоять за себя даже в бою против танков. Это хорошо показали бои в районе реки Халхенгол. В первый год Великой Отечественной войны основная часть БА-10 погибла, но они продолжали воевать и далее. Особенно это касалось боев на Ленинградском фронте, где БА-10 участвовали в прорыве блокады и ряде других операций. Ныне БА-10 являются большой редкостью, но благодаря работе реставраторов несколько таких броневиков ныне можно видеть в музеях и в частных коллекциях. Диски, откуда укладывались для пулемета, а вот там сиденья для экипажа. Башня, кстати, здесь достаточно интересно сделана с точки зрения управления. А вот, он вращает ее. Так или иначе приходилось, чтобы она превратилась. Конечно.